Итак, сегодняшнее служение также очень особенное, в частности для меня и для нашей семьи, потому что, друзья, вы знаете, что в каждой еврейской общине приходит такой период, когда дети, которые подрастают, они становятся взрослыми. И есть определенный возраст, который определяет, скажем так, условно взрослость наших детей. Для девочек это 12 лет, для мальчиков это 13 лет. И это особенный день, когда молодого человека или молодую даму приглашают впервые к тому, чтобы прокомментировать отрывок недельной главы Торы. И это символизирует собою взросление, символизирует то, что человек уже достаточно взрослый для того, чтобы брать ответственность перед Богом, перед обществом, за свои слова, за свои поступки, за свое хождение перед Господом. И всегда это праздник, потому что еще одним человеком, который служит Господу, стало больше. И сегодня для меня особая честь пригласить свою дочь, Наташу, для комментария Торы, поэтому прошу вас. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся перед чтением Торы. Благословен ты, Бог, наш Царь Вселенной, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Сегодняшний недельный отрывок Торы называется Балак. Находится он в Бемидбар с 21 по 24 главы. В этом отрывке говорится о послушании Богу. Израиль заканчивал свой путь из Египта в землю обетованную. На пути у них было много испытаний. Им встречались другие народы, которые по большинству не хотели пропускать народ Израиля. Среди этих народов были и маавитяне. Этот народ слышал о чудесах, которые были и в Египте, и в пустыне, и о победах над другими народами. Поэтому они боялись и понимали, что нужны сверхъестественные силы, чтобы победить израильский народ. Царем Моава был Балак, и он решил нанять известного в той местности провидца, которого все боялись и уважали. Провидца, которого звали Бельям. Царь послал к нему своих вельмож с просьбой прийти и наложить проклятие на народ Израиля, который подходил к границе Моава. Когда пришли вельможи и рассказали все провидцу, он ответил, оставайтесь у меня на ночь. Ночью я спрошу у Бога и утром дам вам ответ. Хочу заметить, что Бельям не дал ответа без разрешения Бога, а значит, он старался быть послушным ему, хотя их отношения были непростыми. Пришел ночью Бог к Бельяму и спросил, кто эти люди с тобою? И Бельям сказал, кто эти люди и зачем они пришли к нему? На что Бог ответил, не ходи с ними, не приклинай народа сего, ибо он благословен. Наутро Бельям дал знать, что не пойдет с ними, потому что так сказал Бог. Пришли вельможи к царю. Увидел царь, что нет Бельяма, и послал за ним более знатных вельмож с той же просьбой. Пришли они к провидцу. Тот сказал то же самое, что и в первый раз. Ночью пришел Бог и сказал, Эти люди пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Утром Бельям сказал вельможам, что пойдет с ними и пошел собираться. Бельям оседлал свою ослицу, и они отправились в путь. И мы читаем интересные подробности этого путешествия. Увидел Бог, как стремится Бельям к Балаку, и отправил ангела своего на землю. Как увидела ослица ангела, держащего в руке обнаженный меч, своротила ослица с дороги. Пошла на поле, а Бельям стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела, прижалась к стене и прижала ногу Бельяму к стене. И он опять стал бить ее, ангел опять перешел и стал в тесном месте, где никуда не своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела, легла под Бельямом. И воспылал гнев Бельяма, и стал он бить ослицу палкою. И дал Господь уста ослице, и она сказала Бельяму, Что я тебе такого сделала, что ты меня бьешь уже вот третий раз? Бельям же сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мной. Если бы у меня был бы в руке меч, то я убил бы тебя теперь же. Ослица же сказала ему, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала, до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал, нет. И открыл Господь глаза Бельяму, и увидел он ангела, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке. И преклонился, и пал на лицо свое, и сказал ему ангел, За что ты бил ослицу вот уже три раза? Я вышел, чтоб воспрепятствовать тебе, потому что путь твой не прав передо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня, вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живую. И сказал Бельяму ангелу, загрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь. И сказал ангел Бельяму, пойди с людьми этими, только говори то, что буду говорить я тебе. Пошел Бельям с вельможами к царю. Пришли они к Балаку, и сказал Балак Бельяму, не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не смогу почтить тебя? И сказал Бельяму Балаку, вот я и пришел к тебе. Но могу ли я что от себя сказать, что вложит Бог в мои уста, то и буду говорить. Пошли Балак и Бельям на гору, где виднелся народ Израиля. Бельям сказал, построи мне здесь семь жертвенников, приведи семь быков и семь баранов. Ты пока стой здесь, а я пойду и поразмышляю. В этом размышлении пришел Бог к Бельяму и сказал, не проклинай народ Израиля, наоборот, благослови его. После этого Бельям пришел и благословил народ Божий. Тогда отвел Бельям Балак в другое место. Но все повторилось, хотя Балак и ждал проклятия на народ Израиля. Тогда царь опять отвел Бельяма в третье место. Но все повторилось опять. Тогда царь не вынес своего гнева и отправил Бельяма обратно домой без награды. Вся эта ситуация похожа на сказку, но это было правдой. Однажды Бог решил избрать для себя народ. И он не отрекся от него в будущем. В главе Лех-Леха, Бытие 12 глава, с первого стиха говорится. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, и из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злославящих Тебя прокляну. И будет от Тебя великий народ, и благословлятся в Тебе все племена земные. Из этого всего я хочу сделать вывод. Как он пообещал Аврааму, так он и сделал после. Спустя много-много лет. И до сего времени его намерения о народе израильском остаются прежними. Он любит своих детей, и по-прежнему хочет их благословлять. Давайте же будем теми, кто молится за еврейский народ и желает мира для Израиля. Аллилуйя! Это Наташа. Аллилуйя! Вы знаете, друзья, ее рождение для меня было невероятно особенным. И я могу сказать, что все эти 12 лет это было чудо. Чудо, через которое нас вел Господь. И я Тебя очень люблю. И благословляю Тебя. Чтобы Господь был Твоим Богом во все дни Твоей жизни. Чтобы Он сохранил Тебя от любого зла. Чтобы Он держал Тебя за руку, как Он держал до этого времени. И использовал Тебя в Своей славе и в Своей милости. Как Отец я Тебя благословляю. Да будешь Ты благословенна перед Его лицом. Да будет благословен Твой род, Детей которых даст Тебе Господь, Муж, которого приготовил Тебе Господь. Да будет благословенна Твое будущее. Во имя Ишуа Мессии. Папа забрал слова, которые мама хотела сказать. Все вы знаете, что она чудо. Она чудом появилась в эту жизнь. И она... Ее жизнь это чудо, и она живет чудом. Поэтому для меня большая честь и гордость быть ее мамой. Потому что я вижу, что это Божий ребенок. Бог ее избрал, Бог ее ведет. Бог ей даровал жизнь, Бог даровал ей призвание. Он ее готовит к этому. И Он исполнит все, что Он задумал в ее жизни. И для меня просто огромное удовольствие наблюдать со стороны, как ее Небесный Отец ведет ее по жизни. Еще раз скажу, для меня честь и гордость быть Твоей мамой. И я Тебя очень сильно люблю. Я благословляю Тебя во имя Ишуа. Идти с Господом так близко, как только Ты можешь. Держа Его за руку. Каждый день Твоей жизни прилепляться. Быть наполненной Духом Святым. И двигаться призванием, которое есть в Твоей жизни от Господа. И быть той радостью, которая Ты есть для многих. Во имя Ишуа, Мессия. Аминь. И мы решили с мамой, что Библия на батмитсу – это лучший подарок. Как говорится, да не отходит книга сия. Аминь. Аллилуйя, друзья, давайте воздадим славу Господу за нашу уже взрослую сестру. Аллилуйя! И я попрошу сестер, одну минутку, вы сейчас поздравите. Я попрошу сестер-служителей, Ирина, Анжела, Наталья, Ольга, выйдите, пожалуйста, сюда на минутку. Наташа, мы... Наталья, я попрошу. Мы передаем, Наташа, тебя уже в общество взрослых сестер. Аллилуйя! И, дорогая община, давайте мы протянем наши руки и благословим, благословим эту прекрасную семью. Благословим нашу, Наташу. Он ревнует, ревнует. Отец Небесный, Святый, мы благодарны Тебе. Мы благодарны за эту прекрасную семью, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты ведешь их, за то, что Ты благословляешь их, за то, что Ты направляешь их, Господь. Отец, мы просим, чтобы Ты благословил их еще больше, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Наташа в ее взрослой жизни, она знала Тебя, чтобы она следовала Твоим путем, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Твое благословение, оно покрывало ее во все дни ее жизни. Боже, и пусть она принесет множество плода. Боже, пусть в ее жизни она будет свидетельством славы Твоей, силы Твоей, величия Твоего и могущества Твоей, Господь. Как община, Наталья, мы благословляем Тебя, мы воспобождаем это благословение в Твою жизнь, чтобы Ты шла в радость, служая Ему, держась за Бога, славила Ему во всем. Да будешь Ты крепка и благословена Твоей имя и шоу, миссия. Аминь. Давайте еще раз воздадим славу Господу. Аллилуйя! Дорогая моя любимая Наташенька, я видела, как ты росла вот с таких, с таких вот. И была рядом со мной, здесь, вместе. И когда я обратилась к Твоей маме и спросила у нее, вот что бы хотела Наташа получить в этот знаменательный для нее день. Мама мне ответила такую, сказала такую фразу, что Наташа нуждается в том-то и в том-то. А вот я, дорогие мои друзья, любимые, вот мне кажется, что нужды есть у нас у взрослых, удрученных мудростью. А вот у наших детей есть желания и мечты. И вот запомните это. И одно Твое желание Господь исполнил. Вот ты потом посмотришь, так? Нет, вот это держи. А сейчас я хочу тебе вот передать вот искренне от моего сердца то, что вот у меня на душе и пожелания. Дорогая Наташенька, Господь охраняет и спасает всех, кто преклоняется перед Ним. Ангелы на небесах имеют постоянный доступ к нашему небесному Отцу. И Он дает указания оберегать тебя, куда бы ты ни отправилась. На протяжении всей твоей жизни эти невидимые войны следят за тобой. Господь Твое убежище и сила. Не бойся никаких испытаний. Ибо Господь наш идет перед тобой. Зарождай твои замыслы и притворяй их в жизнь. Ибо Господь наполняет тебя творческими мыслями и дает возможность Твоим делам увидеть свет, чтобы они принесли Господу славу через тебя. Мазалтов, друзья! Мазалтов! Мазалтов! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok